Пожалуйста, не уходи. Прошло столько времени с тех пор, как я мог дружить с человеком. Кого из них ты выберешь? Санс? Папирус? И его. Я! Хороший выбор, человек! Я буду ждать тебя у себя дома! Оу, ваш дом? Это будет весело! Скелет повыше счастливо убегает. Мне правда жаль, что все так произошло. На поверхности у меня нет счастливой семьи или друзей. Было бы неплохо остаться с теми, кто рад, что я здесь. И я по-прежнему считаю, что вы хороший, даже если... Следи за языком, Хамка. Терпеть не могу, когда меня по косточкам разбирают. Хочешь остаться в этой дыре? Милости прошу. Но ты разве не забыла, что бывает с хорошими парнями, когда им хочется поесть? Эй, девчонка! Иди-ка сюда! Давай-давай! Скорей! Эм... Ты совершила очень храбрый поступок ради нашего друга. По правде говоря, мне жаль, что я пыталась съесть тебя тогда. Так что это тебе. Это банка томатной пасты. Я вроде как с ССССа собиралась использовать её на тебе. Но это не так уж и важно. Ты говоришь девушкам, что это именно по твоей вине им досталось. Ты что, шутишь? Я годами ждала возможности сразиться с теми парнями. Видимо, есть ещё порох в пороховницах. Дай нам знать, если сможешь пережить финальную головоломку. Мы будем рады твоей компании в любое время. Что же ты делаешь? Почему ты ещё не в моём доме? Нельзя терять ни минуты. Веселье вот-вот начнётся. Добро пожаловать в моё жилище, человек. И твою финальную головоломку. Думаю, тебе она покажется весьма захватывающей. Линии входят в духовку. Готово? У этой игры очень простое правило. Ты должна следовать за красной линией до самого конца. Желаю удачи! Выбора у тебя не осталось. Ты подыгрываешь. Тебе щедро предоставили возможность сделать один пропуск линии в качестве твоего последнего подарка. Но кто же знает, что ждёт тебя впереди? Надеюсь, ты довольна, идиотка. Линии привели тебя к его двери. Ты заглядываешь внутрь. Я теперь готова использовать тот последний подарок. Всё ещё в силе? Но ответа не последовало. Эм... Мистер Скелет? Кто-нибудь? Смотри, видишь? Его здесь больше нет. Может быть, сейчас самое время уматывать отсюда? Вокруг никого нет. Но что-то здесь не так. Я уже видел эту часть раньше. Это твой единственный шанс убежать. Поэтому давай! Что? О чём ты вообще думаешь? Ты пропускаешь комнату Папируса и следуешь за линией обратно по ступенькам. Пока в конечном счёте... Нет! Ты ведь не серьёзно! Ты продолжаешь идти к духовке? Ты правда настолько идиотка, что ли? О, я понял. У тебя нервный стрейф. Вот что! Это место начинает сводить тебя с ума. Вот почему ты думаешь, что полезть в духовку монстра это хорошая идея. Но сейчас тебе нужно взять себя в руки и валить отсюда прямо сейчас! Но ты отказываешься. Я не мошенница. По-твоему, убегать из этого места ради своего спасения нечестно? Ты напоминаешь Флауе, что на кону, если тебя поймают за нарушение правил и подарков больше не останется, ты не хочешь покидать это место, убегая от кого-то. К тому же, если ты погибнешь, то всегда можешь сразу вернуться. О, думаешь, всё настолько просто, да? Божечки! Если всё так просто, тогда почему я вообще переживаю? Вот так! Дай-ка я тебе помогу! Давай скорее со всем покончим. Почему бы и нет, верно? Никогда ещё не слышал такой шум. Что она там делает? Может, мне стоит глянуть? Санж, ну что? Пожалуй, теперь моя очередь делать всю работу. Верно? Мне нужно идти. Извини. Нет, только не опять. Спешит куда-то. Ты просишь Флауи выпустить тебя. Нет, тебе не помешает напомнить, в каком мире ты находишься. К тому же, только что ты сказала, что можешь вернуться в любое время. Только так ты сможешь помочь своей заднице выбраться отсюда целой. Доверься мне в этом. Довериться! Откуда исходит этот жар? Агась, после этого тебе больше не захочется подвергать сомнению нашу дружбу. Ты кричишь. Увидимся на другой стороне. Твоя маскировка постепенно начинает таять. Еще 10 градусов, и избежать урона не получится. Лишь эта кучка слизи, пролежавшая здесь неизвестно сколько, защищает тебя от жара. Отдайте! Он гремит дверцей духовки. Отдайте мне мою еду! Лауи был прав. Эти монстры не изменились. А ты просто легкая еда. И если это действительно никогда не изменится... Так кто блокирует эту дверь? Зачем вообще возвращаться? Зачем? Почти! Выпочти! Зачем? Монстр? Вот зачем. Человек? Откуда ты? Я не твоя еда! Я решила твои головоломки! Что? А теперь оставь меня в покое! Успокойся! Оставь меня в покое! Неплохо. Не нравится мне все это. И мне тоже. Но он должен знать. Санс... Что-то... Что-то... Что-то случилось в вашем доме. Твой брат не откликается на наш зов. Он может быть в опасности. Вы закрыли дверь по пути сюда? Не мог бы ты пойти проверить, как он там? Я не могу. Найдите кого-нибудь другого. Хорошо. Я могу пойти проверить его. Но ты не думаешь, что... Не. Мне надоело думать. Слушайте. У меня есть вопрос к вам. Почему я вам так сильно нравлюсь? Я все жду, когда кто-то поймет, какой я же жалкий психопат на самом деле. Но этого все равно не происходит. С чего вдруг? Приходите сюда. Интересуйтесь моим мнением. Просите что-то подсказать. Может, пойдем? Моя идея уничтожить ядро. Идея убить моих друзей. А также то, как я обманом заставил всех есть детей после того, как я их убью. Разве не видите закономерность? Нет. Ничего вы не видите. Вы слишком заняты просмотром моих распроданных шоу в МТТ. Эй, это... Погоди-ка, Ди. Он голодает, и он не в себе. Давай просто пойдем, хорошо? Мы можем закрыть на это глаза. Мы здесь не просто тупые бараны. То, что он делает, помогает нам всем выжить. Не обижайся, ладно? Но это удручает. Хочешь сказать, что жить здесь достаточно хорошо? Да меня стошнит сейчас. Жить в таком месте все равно, что жить и в вечном аду. Это невозможно отрицать. Ты понятия не имеешь с каким трудом я просыпаюсь каждое утро. Немалейшего понятия. Поэтому хватит благодарить за все эти хорошие идеи, которые помогают нам всем выжить, подруга. Ошибок, которые не дают мне спать ночью, у меня и так полно. По-твоему, быть живым удручающе? Ди, он не это имеет в виду. Ты можешь не видеть смысла в нашем выживании, Санс. Но мой муж видел. Более того, мое собственное выживание было настолько важным для него, что он пожертвовал своим ради того, чтобы это произошло. И ты говоришь, что это было ошибкой. Да, друг? Думаешь, наши жизни настолько никчемны, что нет смысла спасать их? Так ведь? Я не знаю, с какими демонами тебе приходится бороться, Санс, но Дагами погиб, чтобы помочь нам увидеть конец этого ада. И у меня такое ощущение, что Папирус поступил бы точно так же. Но вот ты здесь говоришь нам, что все это напрасно. И прости, но я прекрасно знаю тебя. Диби никого не нужно проверять. Если твой брат и правда мертв, она ни в коем случае не расскажет тебе. Ох, божечки, спасибо тебе. Ладно, я понял. Ты очень зла на меня, верно? Это нормально. Я закрыл тебя в духовке, толком не объяснив зачем. Это было нечестно. Но поверь мне, я сделал это все, чтобы спасти тебя. Так что, почему бы тебе не перестать стоять на мне? Мне же больно. Все дети, которым посчастливилось продержаться так долго, были приготовлены в этой самой духовке. Электричества нет. Но под этой духовкой ты замечаешь обуглившийся труд, старые листья и палки, угольки и залом. Ты идиот! Ты идиот! Я больше не хочу дружить с тобой! Вау! Ты просто не понимаешь, да? Ты полезла в ту духовку, чтобы играть честно, помнишь? Что ж, играя честно, ты бы оказалась заживо приготовленной с ног до головы. Мы видели уже, насколько у них крыша едет, когда они становятся голодными. Я знаю, как это бывает. Как только тебя закроют там, тебе крышка. Но благодаря мне, твой запах застал его врасплох. Папирус начинает тормозить, забывает закрыть тебя. Твой грим обманывает его. Невозможно это отрицать. Мой план сработал просто блестяще. Съешь или будь съеденным, идиотка! Друзья? Вау! Должен признать, ты сыграла свою роль прекрасно. Как же жаль, что Сенс убьет тебя за это. Разве что. Все еще хочешь помочь? М? Пожалуй. Как будто у тебя есть шансы без меня. Отлично. Спасибо. Брось девчонку в духовку, чтобы спасти ее, а она поставит тебя караулить всяких уродов. Каждый твой выбор вел тебя к этому моменту. Что же ты теперь сделаешь? Ты проверяешь свои карманы. И смотришь. Там лежит нож. Ты почти закончила. Держись подальше от меня. Я для тебя не еда. Я же сказала, я не еда. Хорошо, хорошо. Конечно же, ты не еда. Но даже если так, то какая разница? Все мы когда-нибудь станем едой рано или поздно. Нас всех объединяет желание есть. Все живые существа нуждаются в пище. И живые должны поедать мертвых для того, чтобы мир мог существовать автономно. Никому из нас не удастся сломать подобную систему, малая. Но, эй, по крайней мере, ты помогаешь хорошему другу. К слову, в честь нашей крепкой дружбы, я готов дать тебе 15 секунд форы. Если ты отдашь мне тот нож. Должно быть, это какой-то грязный трюк. Лучше, чем сразу умереть. Не правда ли? Но что еще остается делать? Ты передаешь свою вещь. Хорошая девочка. Ты не можешь даже заставить себя бежать. Что-то подсказывает тебе, что в этом нет смысла. Девять. До тех пор. Восемь. Что? Ээээ... Как? Тут не так много. Это просто томатная паста, измельченная морковь и немного лекарств, которые я нашла в полу на кухне той леди. И оно бесчеловечины. Возможно... А... Ализа? Возможно, ты бы мог съесть это вместо меня. Он колеблется сильнее, чем ты ожидала. Словно он еще не может поверить в это. Почему ты так добра ко мне? Я просто... Я просто не понимаю. Эй. Эй, Ализа. Я очень ошибался насчет тебя. Ты совсем не идиотка. Ты самая умная. Самая добрая маленькая девочка, которую я знаю. Это я здесь идиот. Забираю назад все оскорбления, которые я тебе когда-либо говорил. Потому... Ударь меня этим ножом. Я не буду сопротивляться. То есть... Я не дам тебе убить меня. Это потребует огромных усилий. Поэтому... Делай, что хочешь. После всего, что я сделал, это то, что я... Ты молишь Бога, чтобы твое приключение поскорее закончилось. Поздравляю! Как мэр города Сноуден, для меня честь приветствовать тебя в нашей счастливой семье монстров. Прими это как подарок. После всего того, что ты сделала для нас, это меньшее, что мы можем предложить. Но лучше не спрашивать, из чего оно сделано. Так еда здесь кажется намного более вкусной. Вы оставили маленькую девочку с пристрастием к человеческому мясу в заперти под землей в окружении психов. Вау! Прекрасная работа! Но разве это лучшая концовка, которую можно получить? Уверен, я бы точно не выбрал эту. Может, со временем. Она продолжит свою историю. Конец первой книги. Следите за автором для дальнейших обновлений. Спасибо за просмотр, а также отдельное спасибо за поддержку, в особенности на Бусти, в особенности Мэйби Крекеру, Малу Орезу, Григорию Мельнику и Евгению Ваганеру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok